Добрый день, Артур! Хочу ответить на ваши вопросы. Еще раз посмотрела по вопросам, что вы мне задавали про перо. Я искренне надеюсь, что вы разобрались, но хочу добавить два маленьких пункта. Во-первых, когда вы рисуете перо, обращайте внимание на цвет контура. Если его нет, то то, что вы нарисуете, если вот такой будет перечеркнутый значок, после того, как вы закончите линию, будет ощущение, что пропало. На самом деле никуда не пропало, у вас просто создался объект без цвета и без заливки. Вернуть все это очень просто. Выбираете цвет контура, выбираете цвет, и вот он у вас появился. По поводу того, что вы говорите рисовать коровысло, не коромысло, к перу нужно приспособиться. Если вы просто щелкаете, то у вас происходит прямая линия с прямыми стыками. Если нажимать на кнопочку Shift, то вот смотрите, я начинаю ввести и нажимаю кнопку Shift. У меня возникает правильный угол. Ну, то есть что я имею в виду правильный? Либо 45, либо 180 градусов. То есть это мне позволяет рисовать относительно правильные формы, если мне это нужно. Как закончить линию? Многие с этим тоже путаются. Для того, чтобы закончить линию, можно нажать Ctrl и щелкнуть на пустом месте. Либо же Command, если у вас MacBook. И тогда, соответственно, линия прекратится. Либо же, когда вы рисуете, можно выбрать черную стрелочку и щелкнуть на пустом месте. Два способа. Я обычно использую нажатие Ctrl. То есть вы рисуете, рисуете то, что надо. Если вы объект не замкнули, нажали Ctrl, последняя точка, которую вы нарисовали, станет окончанием вашего пути и на пустом месте щелкнулся. То, что происходит с направляющими, это одна из самых больших сложностей для новичков. И с ней нужно просто попрактиковаться. Да, действительно, направляющая растягивается в две стороны. И оба хвостика, которые здесь возникают, они будут кривиться. Что делать? Во-первых, при нажатии кнопочки Shift, растяжение направляющих происходит симметрично. И опять же, под правильным углом 90-45 градусов. Иногда это удобно, когда вы рисуете, например, какой-то полукруг. И вам нужно сделать правильное растяжение. Плюс ко всему, не нужно забывать, что у нас есть инструмент опорная точка, которая нам позволяет работать со всеми направляющими. То есть вы можете прямую сделать кривой, можете убрать один усик направляющий, можете как-то подкорректировать, как вам нужно. Точно так же можно работать инструментом прямое выделение. Хотя и немножко более проблематично, потому что он более взаимосвязывает две направляющие. Инструмент опорная точка позволяет только одну направляющую таскать, как вам нравится. Поэтому создать то, что вы мне сказали, например, полугорловина. Вот вы ее нарисовали, вот у вас пошло плечо и пошла пройма. Сразу автоматически вы это делаете. Здесь, да, вот проблема, что у меня плечо не круглое. Но ничего страшного, я нажимаю, вызываю направляющую, ее убираю. Adobe Illustrator в этом и хорош. То, что он позволяет работать с изображением и позволяет его многократно корректировать. То есть даже сделав какие-то там точки, вы можете их потом подправить и не будет видно, как на бумаге обычно грязи, то есть затирки ластиком. Вы можете любую точку поправить, поправить кривизну линии, поправить ее направление. Это все как бы делается элементарно. Поэтому не переживайте. Есть еще один такой момент, когда вы начинаете рисовать что-то новое. Если у вас есть выбранный активный контур и вы попадаете в его точку, то эта точка пропадает. Это тоже надо учитывать. Для того, чтобы такого не происходило, надо контур дезактивировать. И тогда, попадая в любую даже его же точку, вы можете спокойно рисовать объект и у вас все будет хорошо. Это то, что касается пера, что я хотела добавить по поводу кистей. Вот они наши кисти. То, что вы не увидели символы, которые есть у меня в записанном курсе, все очень просто. Я писала данный курс на версии Adobe Illustrator CS6. Сейчас новый курс, который готовится, будет на CC18. Соответственно, символы поменялись. Не имеет значения, какие у вас реально символы. Вот у вас есть символ. Давайте по кистям, то, что вы не поняли, с чем вы немножечко не разобрались. У нас с вами 5 типов кистей. И когда вы начинаете создавать кисть, вот они вам предлагаются. Каллиграфическая кисть и кисти щетины. Это автоматические кисти. Вот они находятся. У нас есть 3 основных типа. Давайте покажу. Первая кисть. Дискретная. Что она сделает? Сохраняем все настройки, которые нам предлагает программа. Берем кисть. И данная кисточка, то есть наш с вами объект, будет распределяться вокруг вот этой вот линии, которую мы создаем. Чтобы вам дать ассоциацию, представьте, что у вас есть бусы. И на бусах повешены такие дополнительные навески, шарики крупные. Так вот, вы раскладываете эти бусы, и эти шарики расходятся в разные стороны. Шарики, какими были, такими остаются. Просто они вокруг вот этой вот веревочки, на которую слеплены бусы, они у вас собираются. Это первая дискретная кисточка. То есть, если прямо вот она у меня по линии, если не прямо, вон мой контур. Вокруг него разложены эти цветочки в данном случае. Если я уменьшу, соответственно, они у меня встанут в рядочек более тесно. Если я увеличу, то они разлетятся по-другому. Данная кисть иногда используется, но при рисунке эскизов требуется реже. Если мы с вами создаем объектную кисть. Объектная кисть берет наш с вами объект, видите, вот оно направление, и будет растягивать на протяжении всей длины кисточки. Смотрите, рисую линию, и мое изображение, в данном случае цветок, растянулось по всему пути, который я нарисовала. Будь то спиралька, будь то там сердечко или еще что-то. У меня вот этот вот объект, который я создала из него, объектную кисть, он будет растягиваться по всему этому пути. Для чего используется? Для художных эффектов, в основном в принтах. Ну, видите, достаточно красивая штучка получилась, и она может использоваться для принтов на футболках, в каком-то декоративном оформлении. Самая часто употребимая кисть у вас будет узорчатая. Еще раз, перетаскиваете и нажимаете на узорчатую кисть. Что она дает? Она дает, ваш элемент, который у вас есть, равномерно распределяется по всей кисти, строго по ее направлению. Эта кисть используется для создания отстрочек. Притом очень часто и очень много. Визуально она чем-то похожа, но как бы я ее не закручивала, она будет всегда следовать ровно по контуру. При этом она еще будет искажать объект на углах. Видите? Возможно, с цветочком это не очень хорошо видно. Вот, пошло искажение. Но для строчек эта кисточка абсолютно незаменима. Если вы рисуете отстрочки, пока еще до этого не дошли, но если вам понадобится, то мы их создаем через узорчатую кисть. Соответственно, берем, создаем узорчатую кисть. И когда мне понадобится создать отстрочку, я могу нарисовать линию пером, могу карандашом или чем угодно. Мне нужен, главное, контур. Я его создаю и выбираю к нему узорчатую кисть. И вот, смотрите, она у меня правильно изогнулась вокруг моего контура. У меня получилась двойная отстрочка. Вот я ее могу корректировать для того, чтобы с ней работать. Можно делать ее тоньше, тоньше. Видите, вот у меня голубым подсвечен путь. Вокруг этого пути идет двойная отстрочка. Что будет, если я создам не узорчатую кисть, а кисточку дискретную? Смотрите разницу. Говорю «Ок» и выбираю дискретную кисть. Вместо того, чтобы последовательно, один за одним, расположить за собой вот эти объекты, модуля моей кисти или раппорт, моя кисть берет их просто и раскидывает вокруг контура. Видите разницу? Здесь она изгибает согласно тому, как гнется мой путь. И то есть мой объект по этой вот линии, как по желобу, ведет. А здесь она просто как бусинки нанизала. И вот они как попали, так попали. Цель на стене создается. То есть нам для работы нужна именно узорчатая кисть в основном. Объектная, когда нужно что-то декоративное создать. Цели бывают самые-самые разные, поэтому сказать то, что она не используется, я не могу. Но основная – это узорчатая кисть. И вот она, в чем будет у вас разница. Я бы оказала это на объектах для того, чтобы вы максимально красиво видели деформацию, потому что если я буду показывать деформацию простой линии, это будет не так красиво. Но в эскизах применение будет именно такое. То есть вам нужно запомнить узорчатую кисть. Я надеюсь, что это стало более понятно. Если появятся дополнительные вопросы, обязательно пишите, я на них отвечу. А пока, до скорых встреч. Пока-пока.